Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games и я приветствую вас в рубрике прогноз. И сегодня именно тот случай, когда поздний вечер воскресенья не повод, чтобы отправиться спать. Барселона против Реала. Эль Классика. Достаточно одного упоминания, чтобы все стало понятно. Начало в 23 по московскому времени. Сегодня абсолютно необычная у нас запись. Я играю. Простите, меня многие просили за Барселону, но я не могу играть за Барселону, потому что я играю за Мадридский Реал. И играю я против своего друга. Против своего друга, который является непосредственно самым, наверное, таким крутым болельщиком каталонцев из тех людей, которых я знаю. Вот его ник, царь 0.15, Кирюша. Кирилл его тоже зовут. Это не тот Кирилл, с которым я ужастики записывал. Это другой Кирилл. Вот он является непосредственно очень ярким болельщиком Барселоны. И, конечно, сыграть именно с ним было намного интереснее и важнее. И вообще мне надо концентрироваться на игре, а я пытаюсь вам рассказать о том, что происходит. Потому что у Кирилла, конечно, принципиальность соотношения в матчах против Реала просто зашкаливает. Он ждет этой игры. Будет, кстати, очень красивый перформанс на Камп Ноу. Вряд ли будет дождь. Вот, не знаю, почему-то у нас опять с ним образовался дождь. Мы с ним, естественно, поигрываем. Нет-нет. Вот два сезона уже против друг друга сыграли. Ну, если кто-то знает, как в FIFA это происходит, то... Ух ты, как я сейчас пяточкой мяч вынес. То вот именно образовываются сезоны, да, и там до восьми, по-моему, очков идет игра. И вот два сезона мы с ним сыграли. Два раза я им проиграл. Потому что Кирилл играет поинтереснее меня. Он чуть дольше играет меня в FIFA именно вот на консолях таких современных уже. Поэтому я ему частенько уступаю. Но бывает, что я его, конечно, обыгрываю. И было это вот на первенстве у нас районным выигрывал. Ну, то есть, обыграть Кирилла я могу, но это мне будет стоить серьезных усилий. Плюс еще мне надо не забывать комментировать. Последние две встречи, честно могу сказать, закончились ничью. Посмотрим, посмотрим. Короче, это Эль Классик, это прогноз. И против меня очень серьезный соперник. Так что давайте будем следить. По поводу раскладов. Сейчас как будет пауза, я буду вам рассказывать. Ну, а в общем, что рассказывать. Тут ситуация такая, что на этом самом этапе многие вообще говорят, что Эль Классика не имеет значения, на каких местах идут команды. Но здесь... Ух ты, момент какой! Гол! Вот так вот я забиваю. Вот так вот Гарет Бейл головой открывает счет. Хороший проход Криштиана Роналда. Такая не совсем высокая подача, но она приходится точно на голову Бейлу. И помнится мне последний раз, когда мы играли с Кириллом, он рассказывал мне, что был удивлен тем, что я ему не забиваю головой. Потому что он говорит, что всегда во всех матчах ему башкой забивали противники в сезонах. А здесь что-то как-то у меня это не получилось сделать. Так вот, сейчас у меня получилось это сделать. И вот Кириллу я привет передаю по этому поводу. Я думаю, он потом видео смотреть, конечно, будет. Вот, сейчас не надо, чтобы ничего зависало. А то в последнее время в FIFA у нас постоянно все виснет, что-то происходит. И это, конечно, не очень прикольно. Вообще, составы не обновляются. Не то, что там что-то происходит. Так, Месси. Месси с мячом. Вот главные два противостояния. Роналда отметился уже таким активным действием. И получил, как говорится, по хоккейному очко голевую передачу. Посмотрим, что же скажет Месси. Во-первых, то есть, по поводу положения команд. Барселона обогнала Реал. Идет на первом месте. Разница между ними. Одно очко 65 и 64. Соответственно, у Реала и у Барселоны. Точнее, у Барселоны и у Реала, естественно. Вот. И здесь, конечно, битва за первое место. Плюс битва между Криштианом Роналду и Месси. У Месси 32 забитых мяча. У Роналда 30 или 33 у Месси. Ну, короче, сумасшедшие цифры. Но понятно, что ребята друг дружку просто так отпускать ни в коем случае не хотят. Кирилл чего-то сегодня решил прострелами пользоваться. Ну, может быть, ему это принесет успех. Я знаю, что он сейчас 100% недовольный. Что игра в дождь. Естественно, Барселона теряет скорости за это. Но я тоже, в общем-то, скорости теряю. Реал бежит поинтереснее. Когда сухая погода. Так. Еще очередной момент. Ну, видите, мне приходится подстраиваться. Я играю. Ну, понятно. 1-1. 1-1. Я сам себе привез этот гол. И вот в левом месте отвечает на действия Роналда. Привез. Гол. Это, конечно, не то, что сейчас сделал Тиба Куртуа в матче против Халсити. Но все равно. Варан. Варан. Ну, да. Если Сергей Рамос сегодня не выйдет на поле, я, к сожалению, не знаю, появится он или нет. Вроде он не отправился. Еще от травмы. И информацию я об этом не изучал. То есть, если Сережа Рамос сегодня не выйдет на поле, то... То, как бы, проблемы у Реала в защите будут. У Реала вообще проблемы. Последнее время мы знаем, что у Реала с игрой все достаточно печально. Бензима какой момент. Достаточно печально потерянные очки в матчах с Атлетиком, в матче с Вилья Реалом. Естественно, поражение от Шальки. Хоть и не выбило Мадридский клуб из борьбы за Лигу чемпионов. Но все-таки, все-таки болельщики очень недовольны. Реалу, естественно, нужно реабилитироваться. Плюс, если сегодня Паталонцы победят, что вполне возможно, потому что они находятся на самом деле просто в фееричной форме какой-то. И с ними бороться, как, мне кажется, на данный момент сможет только Бавария, наверное. Но, опять-таки же, все это отдельный матч. Реал будет играть, как последний раз в жизни, 100%. Так вот, если брать с этой стороны, то вроде как, да, Барселона в среди фаворитов. Ну, а если брать по игре, то мы посмотрим. Увидим, что получится. Вот у нас пока 1-1. Здесь прогнозы и Бензима. Ну, давай. Ну, не получается. Не получается у Бензимы. Короче, примерно все вот так вот. Дуэль тренеров. Да, наверное. Куда же без тренеров. В таком противостоянии. Но все-таки больше будут обращать внимание именно на Месси и Роналдо. Кстати, аргентинец за последние 10 туров совершил настоящий рывок. Откорчив соперников 17 раз. Португалец же забивал всего 4. Вот такая раскладка между этими парнями. Понятно, что Лео просто феноменальный. Ну, мы знаем, что Криштиану Роналдо достаточно... Ух, да ладно. Как так мяч отскочил? Так, так, так. Я, естественно, тоже не хочу проигрывать. Вы сами понимаете. Два подряд сезона, ну, которые между собой в товарищских играх проходят. Я проиграл 8, 6, 8, 5. Не помню по очкам сколько было. Тоже не сильно важно на самом деле. Вот у нас как бы новый сезон. И сразу первая игра. Мы, в общем, играем только там. Барселона-Манчестер-Юнайтед. Барселона-Реал. Но Кирилл не играет с другой командой практически никогда. А в основном только за Барселону. Поэтому вы, те мои подписчики, которые просили меня сыграть за Барселону, я вам... Ох ты, какой удар! И как сейчас Брау справляется с этим мячом. Я вам подобрал очень серьезного игрока за Барселону. Я сам за Барселону сыграл бы намного хуже. То есть, Кирилл действительно раньше казалось, что, когда против него играешь, казалось, что ты с реальной Барселоной играешь. Особенно, когда каталонцы при Пепе Гвардиола все время держали мяч. Контроль сумасшедший. Просто с Кириллом ничего нельзя было сделать. Да, сейчас возможностей у всех чуть побольше. Все стали играть. Приставки ух, рикошеты. Чуть мяч от ноги. Наверное, Неймара, да? Раз его Бускец тут немного похвалил. Бускец, кстати, получил травму и сегодня не сыграет. Это точно. Это точно. Недели три, наверное, он пропустит. Кросс подает угловой. Нет, вот тут у нас удара поворотом. А было опять опасно Месси. Месси один против четверых. Тормозит немного что-то. Ну, не знаю, у меня, у него с интернетом. Или вообще просто с фифой очередная какая-нибудь хрень. Месси против пятерых. Иска очень спокойная. Как-то сейчас разобрался. Хотя, на самом деле, у Иска силы-то кончились. Ай, свисток. Как не вовремя Роналдо скорость набирал. Хотел я посмотреть, как Роналдо в обратной атаке будет против Месси выступать. Я, кстати, видел образец перформанса. Тоже Кирилл мне показывал. Да, на официальном инстаграме Барселоны уже размещено, как это все будет выглядеть. Но я думаю, вы многие ознакомитесь с этим. Сегодня мир разделится на две половинки не только кто за кого будет болеть, да, а еще и на тех, кто спокойно включит канал НТВ+. На котором будут показывать эту игру. И те, кто будет с стопкастами бороться. Которые постоянно будут отключаться. Постоянно будут вылетать. Их будут специально обрезать. Выход 1 на 1 от Месси. И, конечно же, гол. Грамотно ушел в сторону. И забивает. Но там офсайд. О, офсайд был. Правда. Судья. Ух ты, вот эта пауза в FIFA. Давайте посмотрим. Ну да, было. Да, был офсайд. Короче, если Реал сегодня не победит. То шанса может больше не быть в этом чемпионате. Чемпионат не то, чтобы заканчивается. Игр еще предостаточно. Но все-таки. Мы помним примеры. Ну, в основном, как-то не почему-то английская лига. В голове у меня кружится. Когда там по 8 очков Сити у Юнайт отыгрывал. И те наоборот в обратку. Я замучился. Я замучился уже вот эти долгие паузы делать. Пеппи, вставай. Это сейчас не была ты. Или вроде против тебя был. Который держит футболистов за ноги. Хватает. А как бы, ну что ты? Не мог встать, что ли? Ладно, обошлось. Держимся, держимся. Надо немножко, чуть больше, наверное, обороне внимания уделить. И вот это момент. Вот это сейчас был момент. Просто сумасшедший. Как Суарес не попал. Марсела там. Ох, ребята, накал. Как я хочу, чтобы вот такая была сегодня игра. Мне все равно, на самом деле. В общем-то. Ну, вы знаете, мое отношение к Барселоне не самое лучшее. Я не очень люблю эту команду. Вот. Но, с другой стороны, я как бы объективен. И вот как сейчас играет Барселона, это, конечно, любой команде можно пожелать. Только подобную игру хоть, не знаю, хоть на 20% показывать. Потому что, действительно, каталонцы очень крутые. Ну, не знаю. Ну, просто хотел атаку до удара довести. Поэтому вот так вот исполнил Роналда. Разыгрывает мяч Кирилл. Суарес. Передача нами. Да почему вы не бежите? Так, тих-тих-тих-тих-тих. Так, я тут. Вроде все нормально. Там не старишь и воротов не дыхе. Хотя, конечно, я ни в коем случае своего вратаря не хочу обвинять в том забитом мяче, который случился в матче Манчестер-Ливерпуле. Нет пенальти? Нет, пенальти нет. Зато, по-моему, угловой должен быть. Суарес отработал. Или нет? Роналда травму получил. Да ладно. Да хватит. Ну как я без него? Ну, вроде там сейчас, может, это... Отойдет. Может, отойдет. Почему не угловой? Ох, как прессингует Барса. Да я так и знал. Я сейчас сшибусь. Все, главное без пенальти. Главное без пенальти. Ну, я думаю, кстати, что сегодняшняя встреча вполне реально будет. И 11-метровый, и удаление у нас, как всегда. Там, конечно, Стивена Джерарда нету. Так что то, что сейчас сделал Джерард в матче с Юнайтед, это... Но он просто очень сильно не любит Манчестера. Вот он вот так вот показал свое отношение к Манкунианцам. Винить его или не винить за это, это право каждого. Я даже сильно на него не обиделся. Бейл, бей! Рикошеты угловой точно. Ну, какой был момент, а? Какой был момент хороший. Да, было очень опасно. Это Матье спас свою команду. Матье в последнее время в очень неплохой форме. Мне лично он симпатизирует. Тем более, вы знаете, он у меня есть в Ultimate Team. Я вот давненько, конечно, в состав не ставил. Ну, просто я тем составом не играю уже. Зачем такой удар? Зачем Володе делать такой удар? Я не понимаю. Ладно, 66-ая минута. Сейчас как будет пауза, я уже буду делать заменки. Завис что-то Кирилл. А, ну он все выбирал, куда ему начинать. Начал в тот же самый край. И опять эта передача на Месси. Месси, по-моему, живет на линии осайда. Ух ты! Все нормально. Все нормально, но очень опасно было. Давайте, давайте попробуем. Ошибка получения вашей сетевой информации. Поздравить попытку почвы. Что это за надписи вообще, FIFA? Да хватит! Так, Илья Роменди устал. Не понял. Я не... Ух ты! Я забыл сделать тут изменения. Ех ты! У меня опорника никакого нету. Ладно, тогда Илья Роменди оставляем. На поле... Кросса. Да, ребята. Что у меня с заменами вообще? А, Модрич. Вот, Модрич. Модрич, Модрич. Вместо... Вместо... Вместо Кросса. Вместо Кросса Модрич. И Чичарита вместо Бензимы. Вот так я сделаю. Одну заменку на всякий случай оставлю. 69-я минута встречи. Тут Трофинье вместо Инъесты. Ну и у меня две замены. Все, Кирилл одну сделал замену. Косилес. Иди на мяч. Да идите вы на мяч. Почему стоят все? Я не понимаю. Оооо, ребята. У нас проблемы нет. Фух. Раньше времени он, мне кажется, ударил. Мог он еще пару шагов спокойно сделать. И уже точно бы один на один вывалился. Хорошо. Хорошо. Роналда. Роналда вроде отпустила немного. А кому? А, ну да. На Бейла шла. Передача. Ай. И... Сейчас могло быть. Очень все хорошо бы. Нет. Ничья пока. Пока ничья. 74-я минута. Кого устраивает больше ничья? Не знаю. Никого, наверное, не устраивает ничья. Останется ошибка получения сетевой информации. Но это уже Кирилл жмет на паузу. Он собрался делать замены. Мы две замены сделали. Блин, я не могу поменять Лера Аменди. Я Хидиру. Хидиру забыл поставить запасным. Вот что печально. Браво. Смотри, не заиграйся. Не хотелось бы, если честно, какие-то левые голы забивать. Хотя мне пофигу на самом деле. Я стремлюсь обыграть. Хорошо. Подключение, подключение. Вдвоем, конечно, накрывают. Очень важно будет сегодня, как и та и другая команда в отборе будет действовать. Понятно, что достаточно жестко. Но вот при Пеппе Гвардиолы у Барселоны были постановы на счет отбора через 3 секунды. Мяча. Они сейчас, наверное, даже и в Баварии у него эти правила действуют. Так что, насколько у Усенрики придерживаются подобной тактики, мы должны увидеть. Ну и вообще, насколько получится у него все. Все, что он задумал. Потому что Карл Анчелотти, конечно, гений. А вот у Усенрики пока достаточно молодой тренер. И противостояние Анчелотти против Усенрики будет интересно наблюдать. Да ладно! Да ладно! Но это Месси. Это просто Месси. Это просто Месси. Он просто ударил мимо всех. Еле-еле. И мяч попал. И как? Ну как так? Ну как? Марселло. Ну да, там Барука могла быть. Касилис не дотянулся. Вот и все. Вот один момент. Лео дубль. И все. И Педро выходят на ситуацию. Если кто-то забыл, то в первом туре Реал пропустил первым. Кстати, на Сантьяго Бернабео. Счет открыл Неймар в той игре. В итоге победил. Победил со счетом 3-1. И, конечно, многие говорили о сумасшедшей просто на тот момент в форме мадридской команды, которая... Ух ты! Какой шаг забивает! Да пошел! Как же так-то, а? Ну как в такой ситуации не попасть поворотом? Я не понимаю. Чича Арито! Пять ударов Месси на нем с поворотом Реала. Так вот, 3-1 Реал победил. И всем казалось, что Барселоны вообще ничего не получится. Но потом, как ситуация изменилась, Терри Бакс идет на первом месте. И, как мне кажется, сегодня фаворит. Я еще не смотрел ставки. Меня, кстати, просят поставить такую достаточно приличную сумму денег на победу Барселоны. И, учитывая, вот как сейчас прогноз проходит, может, правда стоит поверить в Барсу и поболеть за нее сегодня даже? Я не знаю. Я подумаю. Если честно, вот как мне не хочется, чтобы 3-1 еще остановился, это будет точно не по игре. Ах, Кассилис выручает. Кассилис выручает пять минут добавленного времени на угловой. От Барселоны. И, конечно же, они его разыграют. Так, по-моему, кстати, чуть ли не первый угловой. Каталонцев рикошет. Мяч мимо ближней штанги проходит. И еще один угловой. Мне здесь надо поактивнее в отборе действовать. Мне надо забивать. Давай, 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 ребята, подключаемся. Кстати, все в атаку. Кстати, все в нападение включили. Ай, свисток. Я расстроен. Я ввел в счете. В итоге я проиграл. Мне кажется, что игра была ничейной. Ну вот, болельщики Барселоны, ликуйте. Я действительно проиграл в борьбе. И ваша команда победила ни с каким не с компьютером, а с живым человеком, который очень неплохо играет в FIFA 15. Все, на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok